Всем привет, мои хорошие! У меня сегодня воскресенье! Ой, не помню, какое марта, наверное, уже 15-е. Да, 15-е марта, и я опять для вас снимаю влог. Как вы видите, я уже полностью собрана, одета, потому что собираюсь выехать на работу. У нас очень сильное похолодание, вчера было штормовое предупреждение, ветер, метель, холодно. А вчера у меня был первый выходной, я просто провела его дома, потому что не хотелось совершенно высовывать нос на улицу. Перед тем, как ехать на работу, хочу вам показать, какой подарок я подобрала Мариночке на 8 марта. Вот как раз поэтому я и еду, хочу ее поздравить с 8 марта. Так как я уже много чего дарила Маринке, мне в этот раз было очень сложно выбрать, что же ей подарить. И украшения я уже ей дарила, и помню, из Италии ей кофточку красивую привезла, и косметика уже была, и книги, да, вы видели, потому что она любит читать. И для готовки там книги с рецептами. В этот раз я решила подарить ей уход за волосами, потому что эта тема и для меня сейчас очень актуальна. Я все время себе подбираю разные новые средства, но и решила также подобрать Мариночке. Все подобрала я в магазине Ифраше, французская косметика. Скажу честно, вообще я пошла туда вот за этим кремом для рук для себя. Очень мне понравился этот крем, я им пользовалась у сестры во Франции. Замечательно увлажняет, приятный аромат, очень быстро впитывается. Я поехала, чтобы купить себе этот крем. Ну и одновременно решила подобрать там подарок Маринке. Значит, что я ей взяла? Вот такой скраб для кожи, головы. Перед мытьем сначала скрабировать надо, потом шампунь-кондиционер здесь, восстановление волос, и маслица легкая для волос. Ну и также Маринке положила вот уже немножечко другой, то есть с кокосом, тоже крем для рук. Печенком-флористом за руками надо особо следить. Вот в такой красивый пакетик мне все сложили, фирменный, мне очень нравится. Вообще вы мне все пишите, куда я пропала, почему опять видео нет. Ну, мои хорошие, ну после 8 марта можно я чуть-чуть отдохну? Тем более, что я отдыхала только от съемки видео, а я-то работала, у меня-то была рабочая неделя. Вот Маринка сейчас в субботу и воскресенье вместо меня, а я-то была в магазине. И объясню еще, почему я не снимала. В общем, новый сериал у меня сейчас. Причем такой старенький сериал, я думаю, многие из вас его знают, либо смотрели, либо ваши дети, возможно, смотрели, потому что он считается молодежным сериалом. Но я просто, я вся в нем, в общем, вчера до 2 часов ночи его смотрела. Закрытая школа. Кто смотрел, напишите. Мне он очень нравится. Я вообще, я вот сейчас неужен до уходить, но у меня тут серию до конца никак досмотреть не могу. Я вот думаю, может досмотреть и потом пойти. А потом думаю, да нет, Маринка же ждет, надо ехать. Наверное, вот уже компьютер. Ну, с усилием воли закрыла. И все, иду одеваться. Но там так холодно. Так, открываю уже машину, все, собираюсь выезжать. Такие не, решила я не досмотреть эту серию. Досмотрю уже, когда приеду домой. Но знаете что, я же вас немножечко тут обманула. Я же пыталась снимать все это время для вас видео. Ну, обычно это все было только я здоровалась и все. И дальше сериал смотрела и отдыхала просто на работе. Поэтому давайте, пока я еду на работу, я посмотрю. Возможно, вам сюда что-нибудь вставлю из того, что было снято. Договорились? Всем утро доброе. Все, 9 марта. 8 утра. Все как всегда. Возвращаемся в обычный привычный режим. Янка в школе, и я подхожу к работе. Кто? Заходим. Что нас тут ждет? Давайте сейчас посмотрим. Видите, вместе с вами все открываю. Так, здесь свет не вижу смысла включать, что на улице уже светло. Сейчас открою шторку. Здесь у меня. Ну, пойдемте. Да. Привет. Привет, мой любимый магазинчик. Я опять с тобой. Сейчас надо из холодильника все подоставать. Все повключать, поразбирать. В общем, начинаем. Начинаем рабочую неделю. И мое утро 9 марта начинается с двух таких пухляшей ярких. Это два абсолютно одинаковых заказных букетика на работу. Потому что не все поздравляли в пятницу. Есть еще люди, которые поздравляют сегодня. Так что, имейте в виду, вот такие малыши. Класс, да? Сейчас за ними придут. И там уже и Маринка должна прийти. А эта девочка ко мне заходила с этого, с салона красоты. Обсуждали, как нравится ли мне цвет, нравится ли мне прическа. Я сказала, что сейчас мне все нравится, но все равно цвет еще хочу поработать над цветом. Вот, показала там фотографию, как хочу. Сказали, что буду думать, как мне это все-таки сделать, то, что я хочу. И хотела кофе у меня взять. А мне же, вот это, ловаться фирма. До сих пор не позвонила, не сообщила, курьера не прислала. Вот, вот как так. Вот я вам хвалю, советую. А тут вот такие вот они делают штуки неприятные. И приходится пить растворимый. А я хочу вкусный. Все, уже пришла Мариночка. Я ей раздала все ЦУ, что необходимо сделать в холодильнике. Что разобрать, что уценить, что переписать. Поэтому есть сегодня тут работа есть. С завтрашнего дня на смену заступаю я. А тем временем я хочу подъехать поздравить маму с днем рождения с 8 марта. Вот здесь подарок. Я своей маме заказала точно такой же фен-расческу. Просто упакована, чтобы она сразу не радовалась. Я своей маме в подарок заказала точно такой же фен-расческу, как купила себе. Потому что я очень довольна. Всем рекомендую, всем советую. И когда молодой человек мне ее привозил, мы что-то с ним начали обсуждать по поводу того, что вот у меня YouTube канал есть. И мы договорились о промокоде для моих зрителей. А также, наверное, в Instagram я еще об этом расскажу. Что если вы хотите также приобрести себе такую же фен-расческу себе или в подарок, вы можете назвать промокод. Звучит он очень легко и просто. Это жвавик. И вам тогда будет очень хорошая скидка. Поверьте, мы договорились на достаточно приятную скидку. Вот. И такой букетик. Вот такой букетик для мамы. Я знаю, что у меня мама любит такие оранжевые-желтые тона. Поэтому собрали микс из разных цветочков. Вот здесь еще анимон распустится. И попробовала немножечко по-другому поработать с упаковкой. То есть поэкспериментировала на мамином букете. Мне кажется, очень интересно получилось. Дня вчерашнего, 9 марта. Мы плавно с вами переместились в день сегодняшний. Сегодня у нас уже 10 марта. Я приехала на работу, заварила кофеечек. Слушайте, так тепло. Так тепло на работе. Можно даже раздеться. Легла спать очень рано, я считаю. Я считаю, что рано. Потому что в 10 часов это рано я легла спать. Но при этом сегодня не слышала ни одного будильника. И проснулась только потому, что солнце встало. Посмотрела на часы 7 часов. А Янке к 8 в школу. Опять быстро собрались и приехали. Все, Янка в школу не опоздала. Я на работе. Продолжаю снимать. Но я вам еще не монтировала видео за 7 и 8 марта. Именно этим я планирую заниматься с самого утра. Чтобы вы могли тоже посмотреть, как у меня все здесь было. И как все происходило. Ура! У меня наконец-то привезли кофе. Все. Сейчас сделаю вкусный, ароматный лавацидору с золотой. А там, смотрите, Янка пришла со школы. В общем, день у меня сегодня проходит достаточно, с одной стороны, спокойно. Но при этом пока еще я даже не села монтировать видео. Потому что с утра занималась тем, что рассчитывала оплаты. Кому я сколько чего должна. После 8 марта что я должна провести. Сколько денюжек. Потом ко мне заходили люди просто пообщаться. Мои любимые покупатели благодарили за 8 марта. За то, что предоставила им букетики красивые. Говорили о том, как. Какое было впечатление от моих букетов. Потом я решала вопросы с кофе. Вызвонила все телефоны. Сегодня я говорю, да что ж такое-то? Почему я без кофе? А по какой-то причине я исчезла у них в базе. То есть теоретически, если бы я им не позвонила, то я бы тихонечко с этой машиной дальше здесь и жила. И сама бы где-нибудь эти все капсулы покупала. Но я же человек честный. Я же не могу так. Машина же не моя. Она же арендованная. И капсулы мне нужно у них по договору с ними покупать. Поэтому я все-таки дозвонилась и вытребовала свое кофе. Тем более, что у них сегодня не было моих капсул. Именно золотых, которые я пью. Они мне предлагали все варианты другие. Я говорю, нет, я хочу золотые. Я, знаете, была как капризный ребенок сегодня. Я говорю, я хочу золотые. И вообще, вы меня сегодня обидели. Точнее, раньше. Потому что я с 4 марта прошу вас привезти мне кофе, а вы меня игнорируете. А у меня 8 марта. И мне пришлось растворимый пить, когда мы были уставшие. И как так вообще? Как вам не стыдно? В общем, привезли мне кофе и еще три шоколадки. С извинениями, что вот они так затянули. Ну, ладно, я человек, знаете, такой легко очень отходящий. Поэтому даже если я что-то где-то обижаюсь или раздражаюсь, то я очень быстро отхожу. И тут еще и шоколадки дали. Ну, как я могу о них что-то плохое говорить? Ну, классные все равно. И нашли. Нашли такие для меня одну пачечку золотого кофе. Этому вообще все замечательно. Ну, уже точно я ничего плохого не скажу. Потому что сервис есть сервис. Видите, смогли сделать так, чтобы я осталась довольна. После этого ко мне заходила в гости девочка, которая самая первая у меня здесь работала. Зовут ее Даша. Она, в принципе, в салон сюда ходила на прическу, окраску. Ну, и, соответственно, и ко мне заходила в гости. Сидели с ней болтали. Очень рада была ее видеть. Вообще, я очень рада, когда, знаете, остаются очень хорошие отношения с твоими сотрудниками, с твоими работниками. Кто у тебя тут раньше работал. Это, конечно, не может не радовать. Всем привет еще раз. У меня уже четверг. Такой вот странный влог у нас с вами получится. Чуть-чуть понедельника, да, чуть-чуть вторника. И перескочили сразу в четверг, потому что вчера я тоже весь день была здесь на работе. Монтировала вам видео за седьмое, восьмое число, которое вы уже смотрите. И, в принципе, ничего не снимала. Людей сейчас практически нету. Это и нормально. Если кто-то сильно переживает, что мало людей, мало продаж, ну, это нормально. Все закупились цветами. Цветочки стоят, цветочки радуют. И если уже и придут за цветами к вам, то, скорее всего, уже по какому-то серьезному поводу. Так как вот у меня раскупили все красную глазику. Восемь утра, кофе в руках. Я безумно хочу спать, потому что, конечно, после такой активной трудовой недели, как была прошлая, надо хотя бы один день вот так вот проснуться без будильника. Просто выспаться вот всю ночь и утром проснуться, потому что ты выспался. Но нет, с понедельника началась обычная рабочая неделя. Никто Янкину школу не отменял. Да, кстати, я знаю, что много у кого уже ввели карантины в школах. У нас нет. У нас не вводят. У нас школы работают. Просто попросили ограничить массовые вот эти все развлекательные мероприятия. Поэтому школы работают, и каждое утро в 6 утра по будильнику я встаю, собираюсь, Янку собираю и везу ее. И сказать честно, сегодня я уже еле-еле встала. Что будет еще завтра, я не знаю. Не могу дождаться субботы, чтобы наконец-то таки просто выспаться, потому что в субботу придет уже сюда Марина, и я хоть немного-немного посплю. Доброе утро, мои любимые, мои хорошие, мои дорогие. У нас пятница, 13-е, 8.30 утра. Нюанс в том, что в прошлом году, 8 марта, мне аукнулась очень сильная неврология. Я хорошо помню, у меня были такие, знаете, симптомы, как при сердечном приступе. Я очень сильно испугалась, потому что думала уже вызывать скорую. Хорошо, что у нас есть знакомые, врачи, которые в скорой работают. Мы позвонили, я рассказала всю свою симптоматику, на что уже очень было похоже на сердечный приступ. Но мне сказали, не переживай, все в порядке, пропей немножечко успокоительных сборов. Это у тебя неврология. Ну, опять же, это реакция моего организма на вот эту вот стрессовую работу на 8 марта. В этом году я думала, все будет у меня попроще. И как бы я спокойно, вроде бы, оно проходило. Но, тем не менее, опять у меня выстрелило. И в этот раз у меня выстрелило спину. Я вчера вечером еле доехала домой. У меня очень сильно болит спина. Над сейчас уже, слава Богу, не настолько насыщенная боли, сильная, какая была вчера. Потому что до потери сознания все это было. Мне просто темнело в глазах в момент, когда у меня усиливалась боль. И, в общем, выспалась, намазалась мазями. Как выспалась? Вылежалась. А не выспалась. Мы сегодня с Янкой проспали. Обычно мы в 7.30 выходим из дома. И садимся в машину, чтобы ехать в школу. Сегодня мы где-то в 7.40 только открыли глаза. Я смотрю на часы и понимаю, что все, мы должны быть уже в машине, а не в кровати. В общем, быстро-быстро собрались. И я Янку успела отвезти в школу. Сама приехала сюда. Сейчас вот мой первый кофе. И взяла с собой косметику, чуть-чуть подкрашусь. И, конечно, в идеале мне сегодня просто посидеть или полежать, поберечь свою спину. Но я не могу, потому что вчера вечером мне Димка привез цветы. У меня полный холодильник свежего привоза. Очень привоз классный, хороший, свежий, красивый. Но нюанс какой? У нас же курс скаканул. А цветок-то привозной от курса зависит. В общем, я сейчас посмотрела по накладной, как мне оценить цветы. И понимаю, что они будут дороже, чем на 8 марта. Ну вот, как так? Ну, на самом деле, они дороже становятся, чем на 8 марта. А цену ниже сделать я не могу. Потому что сейчас не такое количество людей. Знаете, когда количество людей большое, вы можете снизить свою наценку. За счет этого, ну, они окупятся, потому что больше купятся, потому что поток будет. Сейчас потока нету. Сейчас затишье будет после 8 марта. И, соответственно, я не имею права снижать свою наценку, потому что я тогда просто вообще в нулях останусь, либо вообще в минусе. И мне надо держать именно эту цену. Просто сейчас включается не флорист, а грамотный продавец, который грамотно преподнесет товар своему покупателю, грамотно обоснует эту цену и все-таки умудрится продать. Поэтому не забывайте, если вы работаете в цветочном, вы не только флористы, вы не только деятели искусства, творчества. Нет, вы еще должны быть очень грамотными продавцами. Поэтому изучайте литературу по продажам, ходите на курсы-семинары по продажам, можете ко мне на бизнес-курс приехать, чуть-чуть рекламы, но тем не менее. Пока вы смотрели, как проходила моя неделя, я доехала до работы. Слышите, какой ветер у нас? Так, я смотрю, открыто у меня Маринка сидит на месте, на работе, Мариночка моя. Ну что, пойдемте. О, смотрите, как у меня все вздыбилось. Надела капюшон, потому что на самом деле холодно, холодный ветер. Хорошо, что Янка у меня дома сегодня сидит, никуда не идет. И да, кому интересно, в Беларуси школы, детские сады на карантин не закрывают. У нас все работает. Просто просят поберечься, быть более осторожными, осмотрительными, пользоваться дезинфекторами, стараться держать расстояние между людьми больше метра и лишний раз никуда не ходить. Я считаю, что, в принципе, правильно. Вообще, я боюсь говорить с вами на тему коронавируса, потому что предыдущее мое видео, которое было, Мариночка не увидела, которое было именно на тему коронавируса, мне пришло от Ютуба, страйк пришло. В общем, они меня наругали за то, что я, по их мнению, отрицаю этот вирус. Я его не отрицаю. Он есть, он опасен для наших родителей, для наших бабушек и дедушек. И поэтому нам всем надо поберечься для того, чтобы не заразить в первую очередь их, потому что мы, скорее всего, спокойно его перенесем. А что касается паники, то я как говорила, что паниковать не надо, так и продолжаю говорить. Просто будьте чуть-чуть осмотрительнее, аккуратнее и следите сами, в первую очередь, за своим здоровьем, потому что это ваше здоровье и здоровье ваших близких. И не государство должно о нем заботиться, а вы вперед. Я не успела еще тут раздеться, Маринка сразу сказала, что будет поздравлять. Но, как всегда, Марина не хочет показываться на камеру, поэтому вы смотрите на меня, она мне тут будет все вручать, а я с вами буду делиться. Это Янки. А, той же Янки отставили, ладно, Янки потом. Сначала мне. Воу, какой большой пакет! Ну, это так, что, так как у нас тут коронавирус, надо сидеть дома. Ты мне не решила масочки подарить и дезинфекции? Нет, 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 нет. Тапочки, я уже вижу, а мне как раз новые тапочки нужны были. Я тебе разве говорила, что мне новые тапочки нужны были? Не говорила, ты сама догадалась. Экстрасенс. У меня тапочки с котиками. Как хорошо, что у моей Янки уже очень большой размер, и она у меня их не отберет. У меня будут теперь мягенькие тапочки, а мне как раз нужны были. Вот честно, мне нужны были, я хожу каждый раз, думаю о том, что у меня нужны тапочки новые купили. Так, что тут еще? Ларинка, что-то классного. Свеча. Ароматическая. Для моего декора. Как я люблю эти штуки. Ты сейчас просто все в дом, все в дом. Все в дом, да. Какая она красивая. Ой, какой аромат. И зимний аромат такой. Класс. Вот это я все сейчас люблю. Да, да. Это сейчас мое. Вот все в дом, все в дом. Это точно. Маринка четко мне угадала. Нет, Маринка всегда угадывает с подарками мне. Главное, чтобы я сейчас угадала с подарками. Ну и вот эта скотулочка, ты будешь наполнять. Ты у нас сорока, любишь всякие украшения, вот чтобы было куда их складывать. Коробочка для сороки. Вот эту Янка можно отобрать, надо спрятать от нее это. Какая она красивая такая, серенькая. Супер-супер. Я даже знаю, что сразу положу. Мне же Димка на 8 марта подарил кулончик серебряный. Вот, кстати, он на мне, я не помню, показывала, я вам его не показывала. Если что, попозже покажу. Так, это... Ну, Янки такое, чисто символичное. Для Янки, как обычно. Но тут, конечно, подпись не совсем, но это в будущем. А что тут? Это... Ну, пока как бы не жизнь, но в будущем. Женщина-любовь. Ух ты, как интересно. Ей самый техпот. А, понятно, да. Знаете, что это? Я вам сейчас расскажу. Пока Янки что-то нету. Это у нас так сейчас продают подарочные упаковки носков. Это носочки. Они в такой металлической банке. Очень классная идея для подарков. Особенно на 23 февраля мужчинам. Но, в принципе, Янка моя тоже, я думаю, это заценит. Классная. На самом деле, классная упаковка. Пряники, я смотрю, ты напекла Янки. А что там еще Янки? Маринки, подарки все подарила. Причем сразу с третьего, наверное, да? Потому что все время заходили люди. Я уже такую речь подготовила. Уже тут рассказывают. Для чего, что, почему именно такой выбор подарка. И в это время заходят опять люди. Не, ну хорошо, конечно, что люди ходят. Несмотря на то, что воскресенье и период после 8 марта. Обычно он такой достаточно спокойный. Но, тем не менее, люди идут. Так, двери там открыты. Пойду сейчас закрою. В общем, я пока здесь. Пока еще не раздеваюсь, потому что, на самом деле, холодно. Я думаю, мы с Маринкой с собой что, чай или кофе попьем? Кофеечек. Я хочу. Капсулы привезли, значит, надо кофе пить. Я буду пить сейчас кофе. Маринка, наверное, со мной тоже. Мы с ней посидим, пообщаемся. И сегодня вас еще ждет сюрприз. Потому что я здесь жду людей. Я пока не знаю, что здесь будет происходить. Но давайте вам чуть-чуть расскажу предыдущую. Сегодня рано утром мне позвонили. Мы сообщили, что ребята из России занимаются организацией свадеб. Организацией декором свадеб. Смотрят мой YouTube канал. И сейчас они хотят выйти на рынок Беларуси. Ну, по организациями вот этих свадебных мероприятий. И хотят мне предложить сотрудничество как флориста для свадебных букетов. То есть, у них есть свои визитки. Полностью что они невесте предоставляют, какие услуги. И вот они сегодня хотят приехать со мной познакомиться, пообщаться. И снять визитку здесь у нас в магазине. Где я немножечко расскажу о том, что такое свадебный букет. И как невестить его надо выбирать. Пока ко мне едут, уже позвонили. Сказали, что подъезжает. Я за это время зарядила батарею в камере. Вот, хочу вам показать, как выглядит наш ассортимент сейчас в холодильнике. Как вы видите, цветочков немного, потому что они сейчас уже, как говорила, снижаются очень сильно продажи после 8 марта. Но, тем не менее, все равно надо ввести так, чтобы выбор был. Я акцент все равно делаю на экзотику. Есть гербера с такими интересными лепестками. Меанимоны, тюльпанчики, леокасперум, два вида ирисов, альстромерия, что у нас там, эустома, букетная гвоздичка, бруния, лимониум. То есть, ну, чтобы все равно букетики мы могли делать. И чтобы людям нравились. И еще привезла, наконец-то, таки Мисти Баблс. Каждый раз заказывала. И на 14 февраля и на 8 марта не привозили. В этот раз привезли. Она просто с сумасшедшим ароматом. Очень вкусно пахнет, очень красивая. Такие тяжелые, плотные бутоны у нее. С вами Ольга Дроздова. Самочка-богомола. Самочка-богомола. Посмотрите, какая самочка-богомола. Она только-только отрубила голову самцу. Молодец. Не поедает ее. Все? Никаких разводов. Чекай, все. Все, честно. Все, продолжаем. Я про бутонирку говорю, да? Очень многие невесты, выбирая свой свадебный букет, обращают внимание, какого цвета будет костюм жениха. Здесь же я вам предложу немножечко по-другому. Все, пошла я. Заново. Оля, обцепите от костюма жениха. Говори, что бутонирка. Я уже зацепилась на этой бутонирке. Оля, еще раз давай замово. Значит, милые невесты, помните, что ваш букет и бутонирка жениха это единая целая. А там мы, по-моему, сказали про свадебные аксессуары. Я сказала, мы закончили, как бы, точка. У нас была, что свадебные аксессуары. Мы подберем свадебные аксессуары. Свадебные аксессуары, бутонирка, это создает единый образ. Мы это в конце сказали. Я помню, это было у нас. Потому что я на бутонирке и зависла. Дорогие молодожены, добро пожаловать в Беларусь. Подбирая свадебный букет невесте, мы задаем обычно очень много вопросов. Ведь действительно надо подобрать букет, который будет подходить нашей невесте и вместе с бутониркой создавать... и вместе с бутониркой создавать единый образ. Образ кого? Букет с бутониркой создает. Гармонировать с бутониркой, Оля. Гармонировать с бутониркой. На все вопросы я с большим удовольствием отвечу вам при личном общении. Все? Это все, что надо было снять? Три предложения? Гармонировать с разного, спокойнее. Слушайте, никогда бы не подумала, что так сложно, да, опять мне возвращаться к съемке на камеру. Вот когда я с вами говорю, я же включаю камеру, и мне как бы нормально, я говорю, не задумываясь. И в принципе, получается у меня импровизировать. А вот сейчас, когда пришли люди, мне надо было говорить о своих услугах, о том, какой я флорист, почему именно так подобрать букет надо свадебной невесте. Мне стало так сложно, у меня все мысли потерялись. Вот в таком случае надо, конечно, работать по сценарию. Надо просто, чтобы тебе написали текст, который ты понимаешь, что тебе надо сказать, и просто его отчитать на камеру. И когда вот вокруг столько людей, тебе все это надо говорить. У меня последний раз такой опыт был, только когда я работала на телевидении, так это уже сколько лет прошло. Я еще в школе училась. А уже, ой, не скажу я вам, сколько лет прошло с тех пор, как я школу закончила. Но все равно прикольно. Иногда надо выходить из зоны своего комфорта и вспоминать, как это было в молодости, потому что тогда мне это как раз-таки очень нравилось. Вот, посмотрели вы немножечко такого чернового варианта моей записи, визитки. И, в общем, объясню. Это свадебное агентство, которое работает в России, в разных городах России, поэтому девчонки, невесты, вы можете заказать себе свадьбу в Беларуси. То есть вы приезжаете сюда, здесь будут люди, которые вас тут встретят, как я понимаю. Я буду отвечать за свадебный букет, ну и за все остальные моменты будут отвечать другие уже лица. И здесь будет проводиться свадьба, выездная регистрация, здесь будет, как я понимаю, все праздноваться. И одновременно здесь же будет еще и небольшой медовый месяц организовываться для молодожен. Так что вот, работать они будут с гражданами России, как я поняла. Просто некоторые люди любят, например, заказывать свадьбу выездную где-то в Европе, кто-то там еще в Таиланд ездит, а вот сейчас и хотят делать такое предложение для россиян свадьбы в Беларуси. Так что имейте в виду, если кто-то из вас там женится, выходит замуж и хотят свадьбу в Беларуси, уже можно будет все это сделать. И флористом вашим буду именно я. Скорее всего. Посмотрим, как оно будет. Чего я загадываю раньше времени? Пока только визиточку засняли мою. Ой, на улице солнце светит, ощущение весны, но на самом деле холодно. Вы видите, какой у меня шарф, капюшон. В общем, хочу сейчас заскочить в магазин быстро, купить кое-что из продуктов и поеду домой. Меня там Яночка моя ждет. Я уже дома. И у меня тут Янка. Устроила бункер, рум-тур. А что там снимать? Вон там дырка у тебя. Яночка, я отчитываюсь. В общем, вот. Вот этот пакетик уже лежит здесь. Янка сейчас его увидит. Я думаю, когда придет на кухню, это я несу ей поздравлять ее от тебя с 8 марта. Яночка, я иду. Я все слышу. Ну, что здесь? Ну, конечно, распаковывать. Ну, я вижу, это карандашики. Карандашики, потому что ты у меня... Можно, конечно, как лимбашами рулишься. Ну, Марина все знает. Ты ж Марина. Карандашики. Что еще? Вот это интересно, что. Как ты думаешь, баночка какая-то? Это паутец, я не знаю. Не знаю, посмотри. Женские носки. Ну, давай, теперь тяни. Тяни, 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 тяни. Тяни, вытягивай. Вверх тяни, вот так, да. Доставай. А у меня сейчас маленькие окажутся. Ну, значит, будут мне, если будут маленькие. Ну, какие красивые, с розочкой. Марина, спасибо тебе большое. Тебя тоже с 8 марта. И да, сегодня в видео я сказала, что меня Димка с 8 марта поздравил вот такой коробочкой. На самом деле все на мне. Вот такой вот кулончик. Здесь такой цветочек. Похож на клевер, наверное, сейчас, насколько вам видно. Я надеюсь, что вам видно. На цепочке серебряной. Вот, ношу, ношу. А сейчас у меня и шкатулочка. Теперь, куда все это складывать? О, кстати, я же браслеты всегда снимаю, когда прихожу. Вот я сейчас сразу шкатулочку их сниму, которую мне Маринка подарила. А еще я сейчас ходила по магазину. У нас выметенные прилавки с крупами. Вот просто пусто. Вот там, где крупы, гречка, пшено, вот это все вообще пусто. Там, где сахар, еще сахар есть. А крупы почти нет. И знаете, чего нет? Еще тушенки нет. Тушенку всю сметают. Самое удивительное, что у нас, как бы, не планируется пока что, по крайней мере, карантин, изоляция. По крайней мере, Министерство здравоохранения. Я подписана на их телеграм, где они четко сразу все прописывают. И они очень злятся на многих блогеров, которые сеют панику. Потому что, ну, я их тоже понимаю, именно Минздрав, да, что не надо сеять панику. Просто защищайтесь самостоятельно. Следите. Лишний раз никуда не хотите. Но вот это вот сметать все с прилавков, это, я считаю, есть не что иное, как признак паники. Я не думаю, что даже если будет изоляция, вы столько съедите гречки, сколько вы ее сейчас закупаете. Ну, по крайней мере, я точно не съем. Хотя, я думаю, что если будет изоляция, мы с Янкой, наверное, поедем сметать макароны. Потому что мы много едим. Ну, я думаю, все будет хорошо. Главное, верить в лучшее, заботиться, еще раз вам говорю, и заниматься профилактикой собственного здоровья. И максимально сейчас позаботиться о своих близких, о родителях, о бабушках, о дедушках. Потому что именно для них это все действительно может быть страшно. Поэтому о них заботимся в первую очередь. Что, мои дорогие, у нас уже вечер. И чувствую, опять меня YouTube будет присылать мне страйки за то, что я поднимаю тему, которая актуальна сейчас для всего мира. Дело в том, что сейчас я переписывалась со своей сестрой. Как вы знаете, она во Франции. Во Франции, в Париже. Ходит в школу Лисаж на обучение вышивки. И с завтрашнего дня в ее школе объявили карантин. Она еще не закончила третий там курс, который она взяла. И четвертый у нее сейчас еще оплачен. Конечно же, эти занятия не пропадут. Просто она должна будет прилететь туда в следующий раз, когда все пройдет. И уже, так как все оплачено, пройдет, закончит. Но нюанс такой. Что ей остается сейчас делать? Либо ей оставаться там во Франции, но у нее квартира только до 31 марта оплачена, а потом уже другие люди должны въехать в эту квартиру. Она должна съехать будет. Карантин в школе до 16 апреля. Либо ей надо возвращаться домой. А это на минуточку Италия. Причем Италия северная, где сейчас там не просто карантин, а полная изоляция. Туда вообще никакие самолеты не летают. То есть нет никакой вероятности, что она вообще сможет туда улететь. И сейчас мы обсуждали третий вариант. Возможно, она сможет прилететь сюда. Но опять же, будет ли у нее здесь карантин, если она прилетит по итальянскому паспорту из Франции. Потому что эти две страны у нас сейчас внесены в список неблагоприятных стран. В общем, вот такие вот дела. Да, действительно, ситуация в мире пугающая. Еще раз говорю, панике не поддаемся. Следим за своим самочувствием. Меряем температуру. Кушаем побольше фруктов, витаминов. Поднимаем максимальный иммунитет. Потому что для того, чтобы эту болезнь, во-первых, не подхватить, а во-вторых, если вдруг так получилось, и мы ее подхватим, к сожалению, мы должны максимально свой иммунитет подготовить, чтобы он был крепкий, и чтобы он смог сам справиться в легкой форме. Поэтому кушаем фрукты, пьем витамины, моем как можно чаще руки, пользуемся антисептиками, если у вас есть возможность их еще где-то достать. У нас уже они нигде не продаются. Я сегодня в аптеке записалась, как только привезут, чтобы мне сообщили, я куплю. И на всякий случай зашла еще к девочкам из салона красоты. Они же тоже антисептики себе все время заказывают, когда там маникюр делают, они же обязаны обязательно протирать все антисептиком. Руки те же самые, перчатки свои. Поэтому я попросила, чтобы они одну бутылку и для меня заказали. На работе я обязательно ставлю у себя банку антисептика, потому что пусть даже с людьми у меня нет плотного контакта, когда человек что-то покупает, но тем не менее деньги в руки мне передают, или карточку, или деньги. Соответственно, все равно есть вероятности. И чтобы этого избежать, я и Марина, мы обязательно будем использовать антисептик сейчас на работе. По возможности никуда ходить я не планирую, кроме как в магазин за продуктом быстро, только то, что надо, и вышли. Больше проводим времени на свежем воздухе, потому что всем известно, еще с детских наших времен вирусы гибнут на свежем воздухе, поэтому, если вы отправляетесь сами себя в карантин, в какое-то там заключение так называемое домашнее, то не забывайте проветривать помещение, и если есть такая возможность, выходить чуть-чуть гулять на свежем воздухе. Это не значит, что мы ходим с вами по кинотеатрам, по барам, это значит, что мы просто выходим на улицу, просто пройтись хотя бы вокруг дома раза три, подышать воздухом и вернуться обратно. Вот такие меры, защищаемся, не всем вам желаю продержаться весь этот период, никому, ни в коем случае не заболевать, пусть все ваши близкие и вы сами будете здоровы, пусть все это пройдет мимо нас, наших близких, в общем, держитесь, все будет замечательно, все будет хорошо, главное, еще раз, не паникуйте, потому что очень часто именно страх провоцирует развитие многих болезней, не боимся, не паникуем, а просто заботимся о себе и о своих близких. Вот на этом я сегодня буду прощаться. Все, мои хорошие, скоро опять увидимся, с вами была Оля. Пока.